У микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте! Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. Он такой вот очень честный, очень твердый в своих решениях. И я понимаю, что кто бы его тут не уговаривал, все, он решил, значит, он будет это делать. Священник, приговоренный к 20 суткам ареста за участие в демонстрации в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края, объявил голодовку. 1 сентября учащиеся нескольких вузов Минска вышли на акцию против фальсификации выборов и насилия со стороны ОМОНа. В суд передано дело против 12 белорусских студентов и преподавателей, обвиненных в организации маршей студентов в сентябре прошлого года. Зачем это нужно Академии? Что это за блатное место Академия? Мне за это стыдно, а не за саму выставку. В Академию художеств Петербурга, несмотря на протесты, открылась выставка бывшей главы департамента Министерства обороны Евгении Васильевой. Но начнем с другой темы. Пианист Тимофей Казанцев во время концерта в Новосибирской филармонии памяти Веры Латар-Шевченко, ставшей жертвой сталинских репрессий, предложил зрителям собрать подписи в защиту общественной активистки Яны Дробноход. Вот что он сказал после своего выступления. Все это мероприятие не только культурное, мы празднуем юбилей великой пианистки. Но мероприятие политическое, потому что мы осуждаем ту репрессивную машину, которая поломала ей жизнь. И мне кажется полно логичным, что на таком мероприятии следует сказать, а сказать это легче всего мне. Потому что сегодня я не представляю ни филармонию, ни какую-либо другую организацию сказать о том, что в России сейчас действует масштабная машина политических репрессий. Говорил пианист Тимофей Казанцев. Сотрудник филармонии пытался прервать речь Казанцева, но публика потребовала разрешить ему продолжить. Яна Дробноход, в поддержку которой выступил Казанцев, обвиняется по так называемой Дадинской уголовной статье о неоднократном нарушении закона о митингах. Ей грозит до пяти лет лишения свободы. Дробноход, у которой трое детей, принимало участие в акциях в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, политзаключенных и журналистов, задержанных при исполнении профессионального долга. Вот как Тимофей Казанцев, который сам участвовал в акциях в поддержку Алексея Навального и был задержан, прокомментировал свой поступок в интервью Дмитрию Волчику. Многие говорят, что у нас достаточно аморфная публика, у нас неактивный народ. Вот нет. Когда мы выходили 23-го числа, я с некоторым удивлением тогда обнаруживал, что половина моих однокурсников, половина нынешних студентов консерватории там так или иначе присутствовала. И преподаватели тоже. И это не только музыкальная часть. Вообще филармоническая публика, я бы не сказал, что она такая сугубо музыкальная. Для меня несколько загадка, что это за аудитория филармонии. Видимо, она очень разношерстная. Филармония очень хорошо имеет работу с аудиторией. Но на все концерты приходят люди из разных областей деятельности. От музыкантов до уборщиц. В том числе очень образованные публики. Там математики, художники. В общем, это достаточно репрезентативная выборка. И то, что вдруг оказалось, что в этом зале есть люди, которые готовы это поддержать, готовы это слушать, готовы сами действовать, это для меня не является чем-то неожиданным. Оно так и есть. Вы знаете, что в советские времена музыкантов, которые выступали с политическими заявлениями, отстраняли от телевидения, отстраняли от концертов, не давали выступать и так далее. Алла Йошпе только что умерла, которая много лет не могла выступать, и все ее записи были стерты. Вы не боитесь каких-нибудь последствий, что все вот вернется к этому для себя? Целиком на государственном уровне последствия могут любые. Не из-за моего выступления, в принципе. Как мы развиваемся. Опять же, сейчас был ужасный закон просветительской деятельности, и я, как начинающий лектор, тоже об этом переживаю. А вот конкретно по моему выступлению, ну, какие-то последствия, возможно, будут. Возможно, филармония посчитает меня токсичным, и я ее в этом отношении пойму. С другой стороны, у нас достаточно много площадок в Новосибирске с роялями, с которыми мы сейчас сотрудничаем. Некоторые не только закрывают глаза на то, что я говорю на своих концертах, это не первые мои политические какие-то заявления на концертах, просто это был самый масштабный, который попал под камеры. Некоторые не только не закрывают глаза, а наоборот, не сказать, что поддерживают, но чувствуют в этом что-то важное. Поэтому я не думаю, что я останусь без сцены. В конце концов, если даже я останусь без новосибирской сцены, у нас есть большущий интернет, который я готов слушать. Другой вопрос, что вы говорили, что музыкантов, которые высказываются политически, прессовали того же Шостаковича, и в какой-то момент Парковьев попадал. Да многие. Есть история о замечательном композиторе, которого депрессировали, сначала выгнали из Москвы, потом посадили, и который в лагерях написал цикл 24 прелюдий «Ифук», который сейчас очень высоко ценится. Эта история, конечно, большая, и от нее надо защищаться всем гражданским обществом. Собственно говоря, немножечко в защиту этого я выступал, потому что последствия для одного сейчас не кажутся такими неотвратимыми и страшными, как последствия для общества в целом, если не делать ничего. И те, кто что-то делают, это очень хорошо чувствуется на выборах, в электральном цикле, в благотворительности. Они, конечно, сейчас у нас в стране рискуют, но глобально, возможно, они себе делают гораздо более добрую услугу, двигаясь в сторону гуманизма, в сторону либеральных каких-то реформ. С пианистом Тимофеем Казанцевым беседовал Дмитрий Волчек. Время свободы. Еще один постоянный участник демонстрации против ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, настоятель поселкового прихода Свято-Никольского храма Андрей Винарский, приговоренный за это 20 суткам административного ареста, объявил в камере голодовку в знак протеста против несправедливого, как он считает, приговора. Винарского уже приговаривали ранее к трем суткам ареста и штрафу в 150 тысяч рублей за участие в несанкционированных акциях. После второго ареста Биробиджанская епархия, к которой относится его приход, приняла решение отстранить священника от должности настоятеля. Среди прихожан это вызвало волну возмущения. Они написали петицию против отставки Винарского. Корреспондент медиапроекта русской службы радиосвобода «Сибирь. Реалии» Мария Чернова побеседовала с приемной дочерью священника Андрея Винарского Татьяной Тихоновой, которая последние полгода живет с семьей в Петербурге. Вас этот приговор, арест на 20 суток, сильно удивил своей жесткостью? Меня он не удивил, конечно. Я знала, что там есть три варианта по этой статье. Арест за 30 суток, потом общественные работы и штраф. Я понимала, что варианта общественной работы не будет и понимала, что он будет обвинительный. Я предполагала, что это будет либо арест, либо штраф. Но все-таки наделась на штраф очень сильно. Ну, когда узнала, конечно, расстроилась, потому что я в другом городе и голодовку батюшка объявил. Никогда я не занимался таким раньше. Подумала, что ему будет тяжело. Еще переживала за животных, которые остались дома. И пыталась это все дистанционно решить, все эти проблемы. У батюшки три кота. Все они подбирались на улицу мной постепенно. И так получилось, что я переехала, не смогла их с собой забрать сразу. И они остались дома. И, конечно, это была еще одна проблема. Мне хотелось бы, чтобы там кто-то жил, а не просто ездил, кормил. И человек нашелся такой постепенно. Тут еще разница в часовых поясах, что не всегда можно звонить. Это для меня, конечно, была проблемой. И переживание вот за голодовку. У меня до сих пор все, конечно, неспокойно. Потому что передают ему водичку. И я очень переживаю. Я знаю, что если он решил, он отцел его не отсюда. Ну, такой человек, если он что-то решил, его не переубедишь. Он такой вот очень честный, очень твердый в своих решениях. И я понимаю, что кто бы его тут не уговаривал, все, он решил, значит, он будет это делать. И держаться до конца, и мне, конечно, очень волнительно. Потому что это тяжело. А как он сам объяснял необходимость непременно участвовать в этих шествиях? Начал он ходить вместе со мной летом еще, когда все было мирно, когда все было очень массово. Я начала ходить. Даже муж не всегда со мной мог. А он так сильно переживал. Боялся после всего того, что показывают в интернете, в ютюбе, в соцсетях. В больших городах скручивают или бьют дубинками. Он переживал, что на Хабаровске такое будет. Я начал ходить первые дни, чтобы защитить меня или отбить, в случае, если меня там поволокует куда-то полиция или там Росгвардия. А потом он как-то сам начал более глубоко вникать в эту тему. И понял, что для него это важно. Он считает правильным это, потому что считает арест Фургала незаконным и политическим. И поэтому он так сам это объяснял, что он вышел как христианин. Против несправедливости по отношению к человеку. До этого он особенно не интересовался политикой? А когда начал разбираться или, видимо, общаться с другими? Нет, он интересовался политикой всегда, просто потому что он такой человек, он интересуется экономикой, интересуется политикой, социальной психологией. Первое образование у него управленческое. Он учился в Ранхиксе, тогда это была партшкола. Он учился на управленце, и у него такое мышление аналитическое. У него дома очень большая библиотека, там несколько тысяч книг, очень много из них о политике, об экономике. Он интересовался всегда, имел свое мнение, свою позицию, но никогда не участвовал. До этого в таких митингах и шествиях это был первый его выход на улицу. И потом он посчитал это такой важной частью своей жизни, что не прекращал до сих пор каждый день. Прекращал только, то есть он ходил по будням, не ходил только в субботу, воскресенье, потому что в эти дни были у него службы длинные, и он не попадал на них. С дочерью арестованного на 20 суток за участие в акциях в поддержку бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, священника Андрея Винарского Татьяной Тихоновой, беседовала наш корреспондент Мария Чернова. Вы слушаете «Время свободы». В Беларуси в суд передано уголовное дело против 12 человек, обвиняемых властями в организации так называемых «маршей студентов» в знак протеста против фальсификации на президентских выборах в августе прошлого года. Среди обвиняемых студенты и преподаватель, которых следователи Следственного комитета Беларуси считают координаторами протестов. По мнению следствия, действия протестующих согласовывались напрямую со штабом бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихоновской. Все обвиняемые находятся под стражей. Белорусские студенты массово присоединились к протестам в сентябре прошлого года. Давайте коротко вспомним, как это происходило и как реагировал на студенческие выступления Александр Лукашенко. Это наш город! Это наш город! Это наш город! Это наш город! Белорусские студенты массово присоединились к протестам осенью, после завершения летних каникул. 1 сентября учащиеся нескольких вузов Минска вышли на акцию против фальсификации выборов и насилия со стороны ОМОНа. Студенты призвали к всеобщей забастовке и попытались пройти маршем к Министерству образования. Акция 1 сентября завершилась жесткими задержаниями. В столичные отделы милиции попали более сотни человек. На следующий день протесты в университетах продолжились. В учебные заведения Минска прибыли сотрудники ОМОН. Они задержали нескольких учащихся. А уже 4 сентября задерживать стали прямо в зданиях университетов. Белорусских студентов поддержали сотни преподавателей. 26 октября забастовки объявили более 30 сотрудников Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Такое же решение приняли и сотрудники Минского государственного лингвистического университета. Не ведитесь ни на какие попытки руководства спрятать это движение. Мы с вами все читали эти официальные сводки. Сделать вид, что ситуация в университете, учеба, работа проходит в штатном режиме. В ответ Александр Лукашенко потребовал отчислить студентов, которые участвуют в акциях, а также уволить бастующих преподавателей. Студенты пришли учиться. Учитесь. Кто хочет, тот пусть учится. Кто вышел в нарушение закона на несанкционированной акции, он лишается права быть студентом. Пожалуйста, отправьте их, как я говорил, кого в армию, а кого на улицу. Пусть ходят по улице, но они должны быть отчислены из вуза. То же самое преподаватели, их тоже единицы, но которые гадко себя ведут в вузах. В итоге были отчислены несколько сотен учащихся, и по данным штаба Светланы Тихановской, работу потеряли 30 преподавателей. Более сотни подверглись репрессиям. После протестов и забастовок в университетах Беларуси издали приказ о запрете проведения мероприятий без согласования с администрацией. Это была хроника студенческих выступлений в Минске и других городах Беларуси против фальсификаций на президентских выборах. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» далее в выпуске. У любого препарата медицинского вообще могут быть осложнения, даже у аспирина. Поэтому здесь особенно возбуждаться не стоит. Это новые вакцины, да, нужно быть осторожным. Оправданы ли опасения, что антиковидная вакцина производства компании AstraZeneca может провоцировать тромбозы у пациентов? Но об этом чуть позже. А сейчас репортаж из Петербурга, где в Академии художеств открылась выставка работ Евгении Васильевой. Напомню, что это бывшая глава Департамента имущественных отношений Министерства обороны, которая в 2015 году была осуждена за мошенничество с землями, принадлежащими министерству. Несмотря на довольно сомнительные заслуги в области искусств, Васильева является почетным академиком Российской Академии художеств. Это звание было присвоено ей по инициативе президента Академии скульптора Зураба Церетели. Несколько сот студентов и преподавателей в Петербурге требовали не открывать выставку Васильевой в залах, где выставляются обычно работы выдающихся художников и скульпторов. Передает наш корреспондент Татьяна Вольская. В Петербургской Академии художеств имени Репина выставлены работы Евгении Васильевой, подруги бывшего министра обороны Анатолия Серзюкова, которая пишет картины маслом, пробует себя в графике, скульптуре, видеоарте. О том, что Васильева активно занимается изобразительным искусством, стало известно в 2014 году, когда она находилась под домашним арестом, став фигуранткой скандального уголовного дела оборонсервиса о мошенничестве с имуществом Министерства обороны. В 2015 году ее приговорили к пяти годам лишения свободы, но уже через 34 дня освободили условно-досрочно. В 2018-2020 годах она закончила факультет искусств Московского государственного университета и открытый колледж искусств в Лондоне. В 2020 году Евгения Васильева была удостоена звания академика Российской Академии художеств. Выставку ее работ организовал научно-исследовательский музей при Академии. Перед открытием студенты Академии художеств устроили акцию протеста из-за художественной несостоятельности и коррупционного прошлого Васильевой. Они держали в руках портреты знаменитых художников, связанных с Академией, и говорили, что лучше бы Васильева отдала эти холсты студентам, чем портить их и, по сути, выбрасывать на помойку. Коллективное письмо против выставки подписали около 350 студентов и 30 преподавателей Академии художеств. Выставка Васильевой в этом письме названа актом вандализма. На открытие не пустили не только журналистов, но и художников, чьих имен не было в заранее составленных списках. Не попал туда и известный пицербургский художник Аарон Дзенштейн. Не пускали тех, кто не приглашен. У них список. Я показываю союзовский билет. Они говорят, сейчас мы посмотрим. И у них там два кордона. То есть не пройдешь никак. Это Академия. Я ее стараюсь избегать. Я знаю людей, которые там преподают. Это немножко высокомерные люди. Думают, что они впереди и все знают. А то, что не пускают, видно какие-то официальные люди, которые заказали все вот это. Этот праздник. Вот и все. И других они, может быть, даже побаиваются, чтобы они были. Вот и все. Что придут художники и скажут, что это все ерунда? Конечно, они боятся обсуждения. Но они просто как в ресторане заказали зал и все. Видно, это очень высокого уровня люди, которые за этим стоят. Доктор искусствоведения Дмитрия Северюхина огорчает не сам факт выставки Евгения Васильевой в стенах Академии художеств. В конце концов, она творческий человек. Это объективно. И она имеет право показывать свои работы, сочинять свои стихи, публиковать их. Непонятен очень высокий статус ее как академика, члена Академии художеств. Это совершенно непонятно. Это очень комбортирует Академию художеств. Потому что в кругу моих выдающихся знакомых и друзей художников практически нет академиков, художники, которым 70-75 лет, которые очень знаменитые, как Олег Юрьевич Ихнин, например, Блатив Казбеков. Многие уже умерли вот недавно. Николай Алексеевич Сажин, Анатолий Васильев. Они никогда не были ни членами, корреспондентами Академии, ни академиками. Откуда берутся эти высокие звания для людей, скомпрометировавших себя преступлениями? Ведь было преступление, оно же доказано. Зачем это нужно Академии? Что это за блатное место Академии? Мне за это стыдно, а не за саму выставку. Выставка является следствием того, что Васильева стала членом Академии художеств. В таком случае она имеет право на выставку в Академическом институте имени Репина. Ну а почему она стала? И сколько она за это заплатила? Кому и как за это ответит Зураб? Вот это вопрос. Звание академика подразумевает высочайший уровень владения профессией. Поэтому дилетант, он имеет право быть допущен к публике, к выставочному залу, к частной галереи, но академическое звание обязывает к высокому профессионализму, который доказан практикой. Здесь этого нет. Ранее стало известно мнение ректора Академии художеств Семена Михайловского, который выступил с публичным заявлением о том, что Академия не имеет никакого отношения к выставке Васильевой. Саму же выставку назвал безобразием и сравнил ее с демаршем римского императора Каллигулы, введшего в Сенат коня. Дмитрий Северюхин не очень понимает возмущения ректора Академии. Дело в том, что если ее приняли в Академию, то у нее есть все права делать выставки в Академическом институте. Эта ситуация позорная. По мнению Дмитрия Северюхина, выставка Евгении Васильевой особенно неуместна в Петербурге, где так много художников высочайшего уровня, определяющих художественное лицо страны. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург. Вы слушаете время свободы. Более полутора десятков стран Европейского Союза в последние дни приостановили вакцинацию от коронавируса вакциной производства компании Астрозенека из опасений, что эта вакцина может вызывать тромбозы у пациентов. Несколько случаев смертей от тромбозов были действительно зафиксированы после вакцинации, однако доказательств, что вакцинация вакцины Астрозенека и тромбозы взаимосвязаны, до сих пор представлено не было. Агентство Европейского Союза по лекарственным средствам уже завтра обещает представить выводы по этому поводу. Директор Центра глобальной вирусологической сети и адъюнкт-профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков, с которым побеседовала Ирина Ромалийская, практически уверен, что опасения по поводу тромбозов не подтвердятся. Есть ли реальные основания для недоверия именно этой вакцине, именно Астрозенеку? Нет, конечно нет. Никаких данных о том, что эта вакцина вызывает те осложнения, которые ей приписываются, нет. Да, действительно, когда вакцину начинают применять на миллионах людей, то, конечно, среди них могут произойти какие-то осложнения, которые не связаны с вакциной. Я Вас уверяю, что если Вы возьмете несколько миллионов других здоровых людей, которые вакцину не получили, и среди них тоже найдется много, у кого возникли тромбы. Ну а почему такой ажиотаж вокруг конкретно этой вакцины? Потому что так получилось. Я думаю, что есть и конкуренция на коммерческом уровне, и на политическом. Поэтому вполне можно себе представить, что есть силы в мире, которые бы хотели остановить эту вакцину или другую вакцину. Здесь не надо чересчур возбуждаться. Надо подождать, пока действительно профессионалы, медики разберутся, в чем дело. В самых клинических испытаниях, которые проводятся с контролем, ничего подобного не наблюдалось. Когда же начинается то, что сейчас называется четвертая фаза испытания, это либо пост-маркетинг-сурвейленс или пострегистрационное наблюдение, контроля нет. Если, допустим, выявлено несколько случаев тромбоза среди привитых, никто не проверяет, а сколько тромбоза было у непривитых. Я Вас уверяю, что если посчитать, окажется, что вакцина защищает от тромбоза. Поэтому это в основном слухи и болтовня. У меня есть свои теории от того, кто их распускает, но я, пожалуй, оставлю это пока при себе. Ну, уже обмолвились, интересно же. Мы подчеркнем просто, что это Ваша теория, но неподтвержденный факт, но Вы скажите же ее. Я не буду. Хорошо. Вы упомянули о том, что пока стоит подождать, пока разберутся специалисты. Вы имеете в виду, что не стоит прививаться, пока не будет выводов? Если Вы спросите меня, я бы считал, что это можно, но медицинские органы, органы здравоохранения во многих странах сочли, что они, пожалуй, что пока подождут, пока это не выяснится. С научной точки зрения я не вижу, каким образом эта вакцина может быть связана с теми осложнениями, которые ей приписываются, но все, что угодно может быть. Поэтому сейчас, конечно, и производители этой вакцины, и медицинские органы, они ускоренным темпом разбираются в этом. И рано или поздно разберутся. И вы помните, во время испытаний тоже испытания на какой-то момент приостановились. Оказалось, что это ерунда, что эти случаи никак не связаны с вакцинацией, и все пошло дальше. Я думаю, что так можно произойти и в этом случае. Константин, Вы сказали, что может быть и политическая составляющая, и экономическая. Экономическая. Вы имеете в виду нечестную конкуренцию, что это конкуренты распространяют такие слухи? Или? Я не знаю. Вы меня толкаете в область политических животных. Я вас ловлю на словах Я просто говорю, что вы, наверное, сами можете догадаться. У вас у самих может возникнуть много теорий о том, кому это может быть выгодно. Но это неправильный подход. Это не научный подход. Я поэтому хочу остаться в рамках науки медицинской и не заниматься конспирологией. Пускай этим кто-то другой займется. Спасибо Вам за это. Константин, скажите, чем эта вакцина отличается принципиально, например, от Pfizer или Moderna? Она отличается принципиально, потому что вакцины Pfizer и Moderna это так называемые рынковые вакцины, когда вы доставляете в организм инструкцию по производству этого белка, шипа, для создания иммунитета. Вакцина AstraZeneca сделана по-другому. Это инактивированный репликативно-дефектный аденовирус, который в норме вызывает простуды. В данном случае это, вообще-то, говорят, даже вирус шимпанзе, обезьянный вирус, в который встроена тоже генетическая информация этого шипа. И, соответственно, при вакцинации этот аденовирус направляет изготовление самого этого шипа. Поэтому здесь технологически разный способ доставки этой информации в ваш организм. Да, конечно, это технологии разные, поэтому тут могут быть разные осложнения и разные эффективности. реакция организма на это. Конечно, конечно, потому что в вакцине AstraZeneca содержится масса других компонентов, которые и составляют собой вот этот вот вектор, некий троянский конь, который позволяет этой информации о белке шипа проникнуть в ваши клетки. В случае Pfizer и Moderna такого троянского коня нету. Там эта рибонуклеиновая кислота информационная доставляется непосредственно, но заключенные в такие жировые пузырьки, липидные наночастицы. Сами эти липиды могут тоже вызывать какую-то аллергическую реакцию у очень небольшого количества людей. Поэтому у любого препарата медицинского вообще могут быть осложнения, даже у аспирина. Поэтому здесь особенно возбуждаться не стоит. Это новые вакцины, да, нужно быть осторожным. Поэтому я считаю, что европейские органы здравоохранения во многих странах справедливо с настороженностью относятся к новым вакцинам. Но вообще-то говоря, надо подождать, потому что вполне можно оказаться, и я даю больше шансов на то, что эта вакцина окажется вполне доброкачественной. Ирина Ромалийская беседовала с директором Центра Глобальной Вирусологической Сети адъюнг профессором Университета Джорджа Вашингтона Константином Чумаковым. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы Радио Свобода и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода